Всем привет! С вами снова Константин Калуцкий и сегодня мы продолжаем наш разговор об итальянской карьере Эльдора Шамуродова. И сосредоточимся на очередном матче его коллектива Дженуа, который играл против Интера. И здесь все понимали, что у миланского клуба куда больше шансов на победу. В результате миланцы уничтожили своего оппонента, разгромили Дженуа. И появляется логичный вопрос, а какова вина Шамуродова в этом поражении? Как он себя показал в этой встрече? Смог ли он помочь своей команде, либо напротив мешал ей? И насколько эффективны были действия Эльдора в данной встрече? Давайте проанализируем его игру против Интера. Футбольный легион. Идеальное хобби для настоящих мужчин. Виртуальный футбольный мир. Здесь все по-взрослому. Вы управляете своим футбольным клубом и участвуете в соревнованиях с другими людьми. Все как в реальной жизни. Тренировки, игры, трансферы, национальные чемпионаты, интеркубки, чемпионаты мира. В расписании пару матчей в неделю. А кому мало, для того онлайн-турниры каждый час. А вдобавок живый форум и сообщество любителей футбола для общения. Ссылка в описании. Ну и разумеется, начинаем мы со стартового состава, куда Шамуродов не попал. Что, если честно, меня удивило. Да, у Эльдора недавно была травма. Это, конечно, делает его, скажем так, физическую форму далекой от идеала. Но, с другой стороны, хотелось бы отметить, что Шамуродов забил мяч в игре прошлого тура. И это чего-то достоит. И поэтому мне казалось, что ему доверят место в основном составе против Интера. Но здесь наставник команды, наставник Дженуа Балардини решил что-то непонятное изобразить. Что-то вот изобрести на ровном месте. Он оставил на скамейке запасных и Шамуродова, и Дестро, и Пандева, всех ведущих нападающих. Выпустил в атаке Скамаку и Пьяцу. Я вот честно не понимаю, зачем это было сделано и какой был в этом смысл. Можно теоретически проанализировать стартовый состав и представить, что тренер попытался сделать ставку на мощь Скамаки. Потому что он очень высокий парень, он бы мог в баскетбол играть с его ростом. И, возможно, расчет был на то, что Скамака впереди будет цепляться за дальние передачи, будет бить головой и так далее. Что вот игра Дженуа будет напоминать глухую оборону с быстрым переходом в атаку за счет дальней передачи на высокого нападающего. Но Пьяца, как второй форвард, он должен был обеспечить определенный баланс. Потому что по одной позиции он никакой не нападающий, это атакующий хавбек. И при обороне он мог помогать средней линии выдерживать натиск Интера. Вот если попытаться проанализировать состав, я вот только так могу все вот это объяснить. Ну и в результате Интер очень оперативно забрал контроль над мячом, начал создавать опасные моменты. И к моменту появления Шамуродова на футбольном поле Интер уже вел в счете 1-0. Ну и Шамуродов появился на поле вместе с Гороном Пандиевым. Таким образом команда фактически перешла на трех нападающих. И, конечно же, это был определенный риск. Нужно было идти в абанк, идти в атаку. И хотелось бы отметить, что Дженуа много владел мячом. То есть, если мы посмотрим отрезок игры с момента появления Шамуродова на поле, то здесь 50 на 50 контроль снаряда. Однако по ударам, обратите внимание, 10-0 по имуществу Миланского клуба. И вот в этом отрезке матча с 62 минуты по последнюю, здесь Интер забил два мяча. То есть довел счет до разгромного. И возникает логичный вопрос, а что происходило впереди? Почему Дженуа, усилив свою атакующую группу, ни разу не смог нанести удар по воротам соперника? Ну, ответ очевиден. У Интера слишком хорошая оборона. И Антонио Конте, главный наставник Миланского клуба, слишком большой мастер игры на удержание. И здесь у Дженуа, по сути, шансов не было. И нападающих генуэзского клуба, хоть они и наличествовали в большом количестве, то есть сразу три форварда было впереди, но до них снаряд просто не доходил. И Шамуродов в этой встрече сделал всего шесть касаний и сделал всего четыре передачи. И это за полчаса с лишним. То есть здесь логичный ответ, снаряд просто до Эльдора не доходил. Команда не могла нормально прорваться через прессинг Интера, через их полузащиту. И снаряд до Эльдора просто не добирался. Поэтому здесь винить Шамуродова нет никакого смысла. Он был просто вне игры, потому что его команда не снабжала нападающих нормальными обострящими передачами. Ну и в моментах с пропущенными мячами тоже Шамуродова нет никакого смысла винить, потому что он не нападающий. В общем, получается неудачная игра и для Дженуа, и для Эльдора. Сайт Хускорт, который подсчитывает все технико-тактические действия, оценил Эльдора достаточно низко. И был всего один футболист на поле в тот момент, в этом отрезке матча, который получил более низкий балл, чем Эльдор. Поэтому, к сожалению, встреча неудачная. Это не день Шамуродова, но и не день Дженуа. Команда просто не выдержала натиска соперника, натиска вот этого мощного, могучего Интера. Ну а что думаете вы? Пишите в комментариях ваше мнение. Ставьте лайк, если видео понравилось. Подписывайтесь на нашу группу ВКонтакте и Ютуб канал. И следите за обновлениями на нашем втором канале. Он посвящен кино и сериалам. Ссылка в описании. Не забывайте нажимать на колокольчик, чтобы не пропускать мои новые видео. Ну а если вы хотите поддержать наш канал, то можете сделать это финансово. В описании указаны реквизиты Сбербанка, Яндекс.Кошелька. Если вы поддержите нас финансовым донатом, то мы отдельно поблагодарим вас в ближайших видео. Ну и плюс к этому, если вы хотите помочь нам в продвижении этого видео, то можете оставить комментарий. Только комментарий должен быть больше 5-6 слов. Всем удачи, всем пока. Пока.